Красивая девушка с природным даром. История жизни от крайней нужды до богатства и славы. Творческий путь от пуштунского села до концертного зала в Лондоне и предательство самого близкого человека. Друзья, это Архив Икс. Я рад вас снова приветствовать. Мы привыкли, что зло часто уходит от наказания, а правосудие иногда становится бессильным в стремлении покарать очередного изворотливого злодея. Это обескураживает. Но это реалии жизни, с которыми мы вынуждены мириться. Но как часто случается, что самый заинтересованный в правосудии человек, тот, кто должен всем сердцем желать справедливой расплаты со злодеем, неожиданно встает на сторону преступника, спасая того от неминуемой кары. Давайте разбираться. Если вы почему-то еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А сегодня мы на севере Пакистана, в районе под названием Сват или Долина Сват. Эта местность совершенно обоснованно носила название пакистанской Швейцарии. Оно подходит вплотную к подножью высоких суровых гор, с которых даже летом не сходят снежные шапки. Здесь прозрачные чистейшие горные озера, реки и водопады, в которых водится форель. Маленькие деревушки на склонах гор обрамляют дикие заповедные леса, террасные поля и приветливые жители. Здесь находится достаточно популярный горнолыжный курорт, на который проезжали кататься спортсмены, в том числе и из Европы. Все было так, пока в эту местность не пришла запрещенная в России организация «Талибан», переместившаяся сюда из соседнего Афганистана, ведя свои законы жизни и поведения. В этом райском уголке в январе 1988 года родилась Газала Джавет. Девочка появилась на свет в бедной семье пуштунов. У Газалы было нормальное детство, несмотря на крайнюю нужду, в которой ей приходилось взрослеть. К сожалению, из-за материальных проблем она не смогла получить образование. Однако было то, чем девочка выделялась из оравы своих сверстников, а именно красивым голосом. Родители заметили это, когда Газала была совсем маленькой. Она пела постоянно по поводу и без, даже несколько раз выступив на свадьбах у родственников из соседних сел. Всех поражала красота ее голоса. Тем более это было удивительно тем, что девочка никогда не училась вокалу. Это был настоящий природный талант. Ее голос, по мнению экспертов, был узнаваем и неповторим. Девочка росла в крайне консервативном сообществе пакистанских пуштунов, и в тех условиях стать певицей для нее было практически невозможно. Нормы и традиции ее народа сильно ограничивали девушек, мечтавших стать кем-то, кроме домохозяйки и матери. Несмотря на все преграды и общественное осуждение, Газала твердо решила идти по пути становления как певицы и стать известной артисткой. Она всем сердцем любила петь, и ее мало заботила, что думают о ее устремлениях другие. Она хотела вырваться из тесного мирка своей деревни и уехать в Европу, где она сможет продемонстрировать свой уникальный голос всему миру. Как ни странно в данной ситуации, но семья девушки поддержала ее в начинаниях, несмотря на традиции их общины. Отец и мать понимали, что если дочери удастся стать известной артисткой, то это может кардинально изменить их материальное положение. Газала продолжала строить свою певческую карьеру и в достаточно короткий срок стала известна на территории родного региона. Наконец ей начинают поступать предложения выступлений на различных мероприятиях. Ее семья, а именно мать, помогает дочери составить график выступлений и подписывать документы и контракты на них. Как вы помните, Газала не получила никакого образования, и не умела читать и писать. Она могла только подписывать бумаги, которые из-за нее читала ее мать. Вокруг начинающей артистки в это время начинает формироваться база поклонников. Кроме того, что она прекрасно пела, Газала была открытой и веселой девушкой с эффектной внешностью, что, конечно же, влекло к ней все новых и новых фанатов. Финансовое положение певицы в этот период значительно улучшается. Она чувствовала, что уйдет по тому пути в жизни, о котором всегда мечтала. Все было хорошо до 2007 года. Тогда в долину Сват приходят группировки запрещенного в России движения «Талибан», взяв под жесткий контроль весь этот регион. Всех творческих людей, музыкантов, исполнителей, певцов они начинают выслеживать, вламываясь в их дома и нанося тяжелейшие побои. Они выясняли местоположение площадок, где проводятся концерты, врывались туда и устраивали избиения как выступающих, так и посетителей. Все, кто не следовал, навязанным ими законом сильно рисковали своей жизнью. Газала и ее семья понимали, в какой опасности оказались, и они принимают решение переехать в более спокойное место. У певицы были все основания бояться за свою жизнь. Она была известна и совершенно точно не угодна новому режиму. Не так давно ее коллегу-поцеху, чуть менее известную певицу, талибы казнили на площади при большом стечении народа. Назидание тем, кто решит пойти против законов, что они принесли с собой. Газала с семьей бежит в город Пешавар. Они считали, что в нем будет безопаснее. В Пешаваре певица возобновляет свою творческую деятельность, и, как покажет время, этот переезд станет поворотным моментом в жизни молодой артистки. Здесь было намного больше возможностей для реализации творческих замыслов. И спустя недолгое время Газала записывает на местной студии свой первый сольный альбом, который приносит ей широкую известность. Теперь ее каждый концерт стоит около 15 тысяч долларов. Это были космические деньги для певицы и ее семьи. Слава ее распространяется далеко за пределы Пакистана, и Газала едет в турне по нескольким арабским странам, в числе которых были объединенные Арабские Эмираты, а точнее Дубай. К этому времени у артистки были тысячи поклонников, в числе которых были влиятельные восточные политики и бизнесмены. Среди них был Джихангир, крупный бизнесмен, занимающийся недвижимостью. Он посещал все концерты певицы, стараясь сблизиться с артисткой, но она всеми возможными способами этому противилась. Бизнесмен не сдавался и сделал девушке предложение руки и сердца, и, естественно, был отвергнут. Поводом этому было множество причин, например, огромная разница в возрасте. Газале на тот момент было 17 лет, а Джихангиру 50. Также говорили, что у девушки есть возлюбленный, за которого она хотела выйти замуж, достигнув совершеннолетия. Упорный Джихангир не сдавался. Он снова и снова делал предложение, получая отказ за отказом. Наконец, бизнесмен настолько достал своим вниманием певицу, что та стала просто его игнорировать, не реагируя на знаки внимания и звонки. Для нее он был просто одержимым фанатом, который выдумал себе образ идеальной жены и спроецировал его на любимую певицу, всеми силами желая ее заполучить. Газала развивалась как артистка. Теперь она брала уроки пения, хореографии и сцен движений. И, наконец, она дождалась того предложения, о котором мечтала с самого начала карьеры. Ее мать сказала, что ей предложили выступить в Лондоне. Для пакистанской певицы это был прорыв, и она была вне себя от радости. Мать, как обычно, дала дочери документы на подпись, объяснив, что это контракт на выступление и документы для поездки на концерт в Англию. Естественно, полностью доверяя матери, Газала в большом воодушевлении подписывает их. Певица начинает готовить концертную программу, которую исполнит в Лондоне, и тут на нее обрушивается новость, которая впоследствии кардинально изменит всю жизнь талантливой артистке. Так как Газала была неграмотной и не умела ни читать, ни писать, документами занималась ее мать. Поэтому только со слов матери она понимала, что и для чего она подписывает. Оказалось, что среди контрактов на выступление в Лондоне, что недавно подписала артистка, был брачный договор, который туда подложила ее мать. Брачный договор с Джихангиром. Фактически, Газала теперь являлась его женой. Это был сильнейший удар для певицы. И не столько от того, что это был не ее любимый мужчина, которого она множество раз отвергла, сколько от осознания, что ее так коварно предала собственная мать, которой она полностью доверяла все эти годы. Да и как можно не доверять родной матери? Родители девушки отлично знали, что она всей душой против этого союза, и что она много раз отказала настырному бизнесмену. Понимая, что богатый Джихангир – отличная партия для дочери, они старались ее убедить выйти за него, особенно мать. Но Газала была непреклонна в своем решении, поэтому мать приняла решение за дочь, подсунув ей на подпись брачный контракт. Хорошо зная, что принуждение к браку считается незаконным, мать все равно вступила с воздыхателем ее дочери в сговор. Она даже подделала свидетельство о рождении дочери, указав в нем возраст Газалы 18 лет. Хотя на тот момент девушке было 17, и она не могла по закону сочетаться браком. Газала была шокирована случившимся и чувствовала себя преданной, преданной самым близким человеком. Но мать всеми силами старалась убедить дочь, что это все для ее же блага, и в свои 17 лет она не понимает, что лучше для нее сейчас, и должно слушаться родителей. И невзирая на протесты дочери и твердую позицию не выходить за нелюбимого мужчину, 7 февраля 2010 года состоялась торжественная церемония, и Газала вышла замуж за Джихангира. Вскоре после замужества Газала начинает чувствовать, что ее муж, который до этого ее боготворил, совершенно изменился. Теперь он считал ее своей собственностью, полностью контролируя ее жизнь. Он запрещал ей выходить из дома без его согласия. Он сказал, что не разрешает ей петь, и она должна закончить свою концертную деятельность. Естественно, это вызывало ожесточенное сопротивление со стороны девушки. Со временем Газала стала замечать, что ее муж подолгу периодически отсутствует дома, иногда это может тянуться несколько дней и даже недель. Она решает проверить и проследить, где это пропадает ее муж так долго без видимой на то причины, не объясняя свое отсутствие. И то, что она обнаружила, очередной раз шокировало молодую певицу. Оказывается, Джихангир был уже женат, и у него есть еще одна семья с, внимание, шестью детьми. Но вторая семья была не единственной причиной его отсутствия дома. Оказалось, что бизнесмен часто наведывается в публичные дома, и много раз был замечен в обществе девушек легкого поведения. Выходило, что нелюбимый супруг, которого ему навязала обманом семья, еще и имел вторую жену с детьми, ходил по борделям и запрещал Газале заниматься любимым делом и вообще покидать дом без его ведома. Все это было ужасно несправедливо, и она совершенно не собиралась с этим мириться. Узнав всю правду о похождениях Джихангира, не колебаясь, Газала сбегает от него и отправляется в родительский дом, ища поддержки и понимания, но находит там совершенно обратное. Следуя традициям, родители не пускают дочь жить к себе и отправляют ее обратно, в дом мужа. Даже узнав о изменах, они объясняют, что она должна жить с ним в его доме и все разногласия стараться решить миром. И на следующий день молодая певица была возвращена под кров своего неверного супруга. Джихангир после побега жены искал все возможности помириться с ней. Обещаю, что больше такого не повторится, и он будет более внимателен к ней и ее просьбам и желаниям, что он постарается загладить свою вину. Конечно же, это были пустые слова. Неверный муж спустя короткое время взялся за старое. Он продолжал жестко контролировать супругу и постоянно отлучался на длительное время. Он обращался с Газалой как с вещью, которую купил, совершенно не считаясь с ее чувствами. Она, как рабыня, должна была выполнять все команды хозяина и сидеть круглосуточно в ожидании его дома. Но больше всего ее терзало то, что она не может петь. Газала не могла этого терпеть, она была доведена до отчаяния своим положением. Женщина решает использовать последний возможный вариант спасения для себя из сложившейся ситуации. Она делает крайне смелый поступок, обратившись к правосудию, подав на мужа в суд. Она стала первой женщиной-пуштуном, сделавшим это. Обычно такое было невозможно даже представить с точки зрения местных традиций. Газала особо ни на что не надеялась, так как подобные обращения обычно даже не доходили до рассмотрения суда и отвергались еще на этапе подачи. Но, о чудо, ее заявление приняли, и не только приняли. Суд в 2011 году удовлетворил ее ходатайство, разрешив развод. Это было как гром среди ясного неба для неверного мужа. Он и представить себе не мог, что развод будет одобрен. Джихангир насмехался над супругой, когда она подавала документы, будучи уверенным, что суд никогда не пропустит их. В обществе, в котором разворачивалась данная история, вообще нет такого понятия, как уйти от мужа по собственному желанию или еще что того пуще, подать в суд на него. Но все повернулось иначе. Наконец, Газала была свободна от неверного мужа и смогла снова заниматься любимым делом. Она начала давать концерты, а развод стал сильным инфоповодом, увеличив славу и без того известной певицы. Это была победа для Газалы и жесткое, и унизительное поражение для Джихангира. Но мужчина не собирался сдаваться. После развода он попытался вернуть экс-супругу, но получил твердый отказ. Он старался влиять на женщину через ее родителей, но это было безрезультатно. Певица не собиралась возвращаться в золотую клетку. Тогда он перешел к угрозам, Газали и ее семье. И чтобы немного сбавить градус напряжения между ними, певица была вынуждена отвечать на телефонные звонки экс-супруга и иногда с ним беззаботно разговаривать, чтобы тот немного успокоился и не наделал глупостей. Она рассказывала ему, чем занимается, о своих концертах и повседневных делах, стараясь сгладить все углы, не возвращаясь к нему. Казалось, что Джихангира это устраивало. Он успокоился и перестал на нее давить, спокойно разговаривая с ней в момент их бесед по телефону. Но Газала знала, что он одержим ею и что всеми силами хочет ее вернуть. 18 июня 2012 года Газала со своей сестрой Фархад в сопровождении отца отправилась в парикмахерскую. На выходе из салона на них неожиданно напали двое вооруженных людей. Началась стрельба. Газала получила шесть пулевых ранений в грудь и живот. Отец был тяжело ранен. Фархад получила три пули. Газала и ее отец скончались на месте практически сразу. Сестра Фархад чудом осталась жива и более того, теряя сознание и видя, как рядом с ней умирают ее любимые люди, она успела заметить некоторые приметы стрелявших. Кадры с места преступления мы не можем публиковать на Ютубе, но вы можете их увидеть на нашей странице в сервисе Бусти. Ссылка на нее будет в подсказках в описании к видео, а также вы видите QR-код на экране. Новости о гибели известной певицы моментально распространились по всей стране и за ее пределами. Все приписывали это дерзкое и жестокое нападение группам радикальных талибов, что казнили артистов по всей стране. Но, к счастью, через некоторое время в больнице пришла в сознание сестра Газалы Фархад и рассказала полиции все, что видела в момент нападения и вот, что стало известно. Часто общаясь с Джихангиром по телефону, певица немного успокоилась и думала, что ее бывший супруг пришел в себя и оправился после развода. Теперь он не будет угрожать ей и ее семье, приняв тот факт, что они больше не вместе и могут нормально общаться, как давние знакомые. Конечно же, это была огромная ошибка женщины. Вряд ли фанатично одержимый ею Джихангир так просто отступился бы от своих целей завладеть ею. Газала делилась с секс-супругом своими планами и в день нападения рассказала ему о том, что направляется в парикмахерскую и сообщила точное время, когда там будет. Мать много раз предупреждала дочь, что ее бывший муж может причинить вред как ей, так и ее семье. Но молодая певица была уверена, что он этого не сделает. Джихангиру помешают чувства к ней. Поэтому она без опаски рассказывала мужчине все подробности своей жизни. Так что же рассказала полиции Фархад? Пока они с сестрой были в салоне, их отец ждал дочерей на выходе. Он заметил, что у парикмахерской кружит машина. Мужчина постарался разглядеть, кто в ней сидит и с тревогой понял, что за рулем сидит Джихангир. Отец Газалы сразу же набирает мать девушки и рассказывает о увиденном. Та предполагает, что бывший супруг дочери появился там с недобрыми намерениями и советует мужу как можно скорее покинуть салон. Мужчина перезванивает дочери и просит их с сестрой поторопиться, так как он заметил Джихангира. Девушки сразу же покинули салон, но из-за спешки Газала забывает свою сумочку внутри, уже выйдя на улицу к отцу, и просит сестру вернуться за ней. Фархад вернулась в парикмахерскую за сумочкой и в этот момент на улице прогремели несколько выстрелов. Девушка выбегает обратно и становится свидетельницей ужасной сцены. На асфальте лежали ее отец и сестра. В этот момент преступники стреляют и в нее, три раза попав в цель. Перед тем, как потерять сознание, она успевает увидеть стрелявших. Это был Джихангир и его двоюродный брат по имени Игбал. Бывший супруг множество раз угрожал Газале и в том числе его угрозы были нацелены не только на нее саму, но и на всю ее семью. И вот выяснив точное время и место пребывания бывшей супруги, он воплотил в жизнь свой ужасный план мести, в упор расстреляв не только молодую певицу, но и ее отца и сестру. Убийце удалось скрываться от полиции после совершенного около двух месяцев, но 29 августа 2012 года он был арестован и над ним начался суд. Я не убивал ее, у меня не было на это причин. Действительно, мы поженились, а после развелись. Но это не значит, что я убил ее, я этого не делал. У всех артистов есть проблемы и враги. Она брала деньги у меня и других людей, потом она ушла от меня. Возможно, она сделала то же самое и с другим мужчиной, а он после этого убил ее, потому что она украла у него деньги и после бросила. Но это был не я. Все неопровержимые улики были против Джахангира и 16 декабря 2013 года убийца был приговорен к смертной казни. После вынесения приговора мужчина попросил прощения у матери Газалы, предложив ей огромную сумму денег в обмен на прощение и снятие с него обвинений. Вы, наверное, зададите вопрос, какая мать и супруга простит убийцу собственной дочери и мужа? Как это возможно? Тем более, примет от убийцы деньги. Вы удивитесь, мать Газалы, проведя переговоры с адвокатом убийцы, в конце концов приняла от Джахангира деньги, полностью сняв с него обвинение в убийстве и жестокий преступник избежал виселицы. Джахангир был освобожден и абсолютно нормально живет прежней жизнью после убийства двух человек. Но как мать Газалы могла пойти на такой шаг? Даже учитывая финансовые трудности, которые испытывала семья погибшей, как родная мать могла дважды так подвести свою дочь. Первый раз, подложив ей на подпись брачный контракт, а второй, практически продав ее жизнь и жизнь супруга жестокому убийце, который в конечном итоге полностью ушел от ответственности. Наверное, вы заметили схожесть этой истории с историей убийства другой певицы Сюзанны Томим, что ранее была освещена на канале. Если вы ее еще не видели, посмотрите, сейчас она в подсказках в правом верхнем углу экрана. Что вы думаете о подобной практике прощения убийц и о том, что сделала мать Газалы? Давайте обсудим это в комментариях под видео. Также, если вы пропустили прошлые выпуски, обязательно их посмотрите, сейчас они на ваших экранах. Слева канадское убийство, раскрытое с помощью камер видеонаблюдения. Справа дело Сюзанны Томим, ливанской суперзвезды, очень похожее на то, что мы рассмотрели только что. Также, если вы хотите поддержать наш канал, то вы можете это сделать через сервис Бусти. Там мы публикуем дополнительные материалы по делам, разобранным на канале, которые не можем публиковать на YouTube. Переходите и подписывайтесь, этим вы нас очень поддержите. Ссылка будет в описании под видео, а также QR-код вы видите на экране. Я благодарю вас за просмотр. Если этот выпуск был вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до встречи в новых историях.